Здравствуйте, дорогие друзья! У нас правила в Италии, уже третий день карантина, да, и такие правила, что без причины на улицу нельзя выходить, нужно распечатать на сайте правительства Италии определенную бумагу, и с ней можно только выходить на улицу, и то, если у вас какая-то веская причина, там, допустим, посещение больницы, либо работа, то есть, ну, кто-то все равно еще работает, либо это продукты, покупки какие-то, и вот я, так как у меня закончились мои продукты, ну, не все, но какие-то, я поехала в магазин, он в трех остановках от моего дома, и подъезжая, я уже увидела очередь, очередь огромная на улице, потому что в магазин запускают только по 10 человек, стоит на входе охранник в маске и перчатках, и он контролирует проход людей, соответственно, в супермаркет. Потом в очередях тоже люди соблюдают дистанцию большую, порядка двух метров, ну, нет, метра никто не держит, больше, больше двух метров дистанцию соблюдают, плюс поднялись цены, я заметила в супермаркете, что еще, трамвай был совершенно пустой, но я сняла небольшое видео, посмотрите, вот, и поэтому я немножко закупилась впрок, хотя обычно я так не закупаюсь, обычно я покупаю максимум продуктов на неделю, и прям это небольшие какие-то траты, а здесь я прям так хорошо закупилась, потому что мне не хочется еще раз стоять в очередях, и так как цены чуть подняли, мне не хочется переплачивать, если я снова вернусь в магазин, так что надеюсь до конца марта мне хватит того, что я приобрела вот в этот раз, а потом сделаю вам видео с покупками, что я покупаю в Италии обычно. Сегодня, в общем, решила выехать за покупками, здесь всего три остановки на трамвае, в общем, нас трое в трамвае. Четвертый час дня, и в трамвае три человека, тут вообще никого, а там вот два человека. Ну, как-то так, ну, сори, параллельно объявляют остановки. Вдалеке это магазин из Силунга, и настоящая очередь из людей. Теперь я понимаю, почему люди закупаются заранее, потому что сомнительное удовольствие стоять в такой огромной очереди. Дорогие мои друзья, я пришла в КОП, и я вам скажу, что и здесь такая очередь, как в Силунгу. У меня, конечно, тихий шок, вот это вот на протяжении вот мажут люди, стоящие в очереди. Вот вы представляете, вот такая очередь. Так она уходит аж вот туда, вот там, где вот свет, вот там начало. И люди, конечно, держат дистанцию, ну, вот примерно сколько? Метров пять, наверное, да? В общем, я встала в очередь в магазин, впервые такой, в огромный супермаркет. Вот такая очередь. Вот получается, вот здесь вот такая площадь в этом супермаркете, и вот по периметру всей вот этой площади люди стоят и ждут своего входа. То есть, я так понимаю, пропускают, видимо, как-то по одиночке. Ну, не знаю, вот это прям для меня это бред, если честно. Вот это чересчур. Поэтому я теперь понимаю, почему все затариваются продуктами, потому что вторую такую очередь я, конечно, не вынесу. Ну, вот я зашла, наконец, в супермаркет, сейчас буду закупаться. Итак, я хочу показать, что я себе купила в этот раз. Ну, я примерно, вот, примерно, знаковое количество, нет, количество меньше обычно, но примерно вот такие же продукты я себе обычно покупаю в Италии. Так, я жуткая слабковешка, поэтому это, конечно, печенье. Это печенье с шоколадом. Не знаю вообще, можно ли показать марки или нет. В YouTube, нет. Ну, в общем, это к чаю. Потом, конечно же, помидорки. Без них вообще в Италии никуда. Я их очень люблю. Добавляю в пасту, в салат, в суп. Ну, всякое, в общем, такое. В этот раз я купила спаржу, хотя обычно я ее не покупаю. Но мне очень захотелось купить себе спаржу и попробовать ее приготовить. Я ее, кстати, ни разу еще не забывала. Вообще, в жизни. Потом, конечно же, тунец. Тунец я тоже всегда покупаю в Италии консервированный. А потом я купила на вечер филе, там, филе, троп, там, называется рыба. Я не знаю, как переводится. Кто знает, напишите в комментариях ниже. Я ее сегодня себе пожарю. Потом я покупаю вот такую банку оливок. Не часто, потому что мне ее хватает примерно недели на две. Это прямо ненадолго. Она стоит 2,50 евро, и ее хватает на две недели. Очень, кстати, вкусные оливки. Реально. А потом всегда я покупаю апельсин обязательно. Летом, скорее всего, не буду покупать, но вот зимой, осенью, весной я всегда покупаю апельсин. Так, это мы убираем. Это наш чек. Дальше я купила грибы. Я делаю тоже жарю грибы с удовольствием. И делаю суп. В этот раз я хочу сделать обязательно грибной суп. Потом что-то оставить, может быть, для ризотто. Люблю делать ризотто здесь. Купила корчевки. Я их тоже обычно кладу в салат. И просто ем. Это меня подсадила одна моя подруга-мевица, которая живет в Милленд. Но эти корчевки я вот и была дома в гостях. И они меня угостили. В первый раз я тогда попробовала корчевки. Вот такие маринованные. Это артишокин. Ну и все. Теперь за уши не оттащишь. Дальше что? Всегда я здесь покупаю вот такие цукини. Цукини. Они очень нежные и вкусные. Их не надо чистить. Их достаточно просто порезать и кинуть тоже в пасту. Или сделать какую-нибудь рогу овощную. Очень вкусно. Тоже их побольше взяла. Обычно я беру всего два стручка. А тут вот пять взяла. С ужасом ожидаю. Ну не с ужасом. И не начнешь словами о чем-то говорили. Конечно же салат. Я всегда покупаю вот какой-то салат. Мне вот тоже хватает на целую неделю вот одной пачки. Яйца. Тоже у меня шесть яиц. Мне хватает на неделю. Потому что я обычно по одному лицу нужен в максимум способ. Потом я взяла шубер. Это маленькие рыбки. В общем, маленькие рыбки такие. Они очень соленые. Их можно тоже добавлять в пасту. Потом их можно класть. У меня еще осталась цветная капуста. Можно сделать запеканку с цветной капустой. И вот с этими шубами. И вот такое вот тоже недорогая такая штука. Это замороженные фрукты димары. Они стоят вот такая пачка 1 евро 80. И мне тоже хватает на 5 где-то раз. И их можно вообще не думать закинуть в морозилку. Они долго хранятся. И разные тут всякие осьминожики. Потом мидии. Какие-то обрывки этих кальмаров. И так далее. Вот. Потом что можно. Хлеб. Хлеба мне хватает тоже. Вот этой вот булочки мне хватает тоже очень надолго. Потому что я хлеб так не ем. Я делаю с него гренки по утрам. И все. И еще тут же, в тех случаях, я взяла еще одну пачку с консервами куцат. Только та натуральная, а эта с маслом. Так. Две картошки. Две. Потому что одну я хочу кинуть в суп в грибной. И одну, не знаю, тоже куда-нибудь использую. Потому что здесь картошка мне не нравится. Она невкусная. И я ничего с ней не делаю. Потом у меня закончилось масло. Оливковое. И я купила вот такую бутылку масла. Она стоит 5 евро с чем-то. Но ее, вот предыдущая, мне хватило на 4 месяца. Вот. Ну, может быть, потому что я одна. Как бы правда. И хотя я вообще не питаюсь в кафе, я готовлю только дома. И пачка воды. Вот вот такие покупки. Не знаю, напишите, было ли вам интересно. Просто мне, как бы думать, нечем занять. Вот я решила снимать вот такие какие-то видеоблоги. Расскажите, может быть, что-то для вас нужно снять конкретное. Про Италию. Ну, в квартире я могу это сейчас снять. А вообще, желаю всем здоровья крепкого. Хорошо питаться. Полезно. Потому что я, например, не ем мясо. Ну, ладно, никому не признаю. Это личное дело каждого. Но ем рыбу. Вот. И всех обнимаю. Всем пока. Продолжение следует.